Господин Браудер, когда мы говорим о деле Сергея Магнитского, для человека, который не наблюдает за развитием ситуации с самого начала, все кажется очень запутным. Поэтому я для себя, когда я освещаю это в программе «Время и мир», я разбила это дело на три отдельных дела. Первое – это обстоятельства смерти Сергея Магнитского, обстоятельства пыток в тюрьме, отказа ему в медицинской помощи. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела – это, собственно, те три компании, которые были, как вы говорите, украдены у вас, за которые потом налоговая служба вернула налоги в размере 230 миллионов долларов. И третье дело – это дело, которое прокуратура начала против самого Сергея Магнитского, и теперь это дело уже после его смерти возобновлено. Давайте вернемся вот к началу. Давайте вернемся к обстоятельствам смерти Сергея Магнитского и расследования обстоятельств смерти. Есть ли здесь какие-то новости? Это, наверное, самое шокирующее из всех дел, потому что Сергей был необычным представителем в мире заключенных в России. В течение всех этих 358 дней, пока они измывались над ним и пытали его в тюрьме, он записывал все, что с ним происходило, в форме уголовных жалоб на неподобающее обращение. В общей сложности за 358 дней в заключении он написал 450 жалоб, что, возможно, беспрецедентно, если оценивать с точки зрения злоупотребления правосудиям со стороны властей. Власти никогда не ответили ни на одну из этих жалоб, но мы получили копии этих жалоб от его адвокатов и составили библиотеку, которая показывает, кто что и в какой момент предпринимал против него. Эти документы однозначно показывают, что Сергея пытали и в конечном итоге убили. И несмотря на то, что даже советник президента России по правам человека через год после происшедшего вынужден был вмешаться и начать собственное независимое расследование действий правоохранительных органов, несмотря на их собственное заключение, что он был незаконно арестован, что его пытали и убили, прошло уже почти два года со дня его смерти, ни один представитель правоохранительных органов, ни один прокурор, ни один судья, ни один тюремный работник не понес наказание за то, что произошло с Сергеем. Они нашли козлов отпущения в двух тюремных врачах, которые на самом деле несут ответственность за происшедшее. Но это только два человека из 60, участие которых в этой смерти выявили. Как получилось, что все эти факты и документы стали известны и всплыли только сейчас, хотя, конечно, сразу после смерти Сергея Магнитского было подозрение, что его били в тюрьме, у него были сломаны фаланги пальцев. Семья могла это заметить, несмотря на то, что семье было сказано, что они имеют возможность очень быстро взять и похоронить тело, причем следователи настаивали, чтобы его хоронили в закрытом гробу. Но гроб все равно был открыт, и мы это видели. Но, тем не менее, как получилось, что все документы стали известны только сейчас? Когда его хоронили, несколько человек сфотографировали открытый гроб. И на фотографиях отчетливо видно, что фаланги пальцев у Сергея черные или в синяках. Это было первым указанием на то, что чего-то в этом деле мы не знаем. Но государственные органы отказались предоставить материалы о вскрытии или, как это называется, посмертном медицинском освидетельствовании. В общей сложности этих освидетельствований было четыре. И только после того, как мы и мать Сергея подали несколько исков с требованием предоставить нам материалы, постепенно начала поступать информация. На чудовищных фотографиях его тела видны рваные раны на запястьях в несколько сантиметров, видны следы ужасного насилия. Насколько я понимаю, в процессе постепенного расследования и получения информации по этому делу, общественная наблюдательная комиссия за местами заключения в конце концов получила эти документы, подтверждающие, что Сергея в последние часы его жизни избили восемь сотрудников ОМОНа. Аналогичным образом мы только что получили очень важную информацию о том, что через три дня после того, как Сергей умер, один из следователей в местном полицейском участке, который просто не знал, что все это дело надо скрывать, его не проинструктировали, рекомендовал открыть дело по факту убийства Сергея Магнитского. Но эту рекомендацию быстро похоронили. Было открыто лишь дело о халатности.